Всем привет дорогие друзья и хорошего вам настроения, с вами Рэй и мы продолжаем играть в черепашки ниндзя легенды, у нас турнир закончился и лига мастеров 3 звезды все-таки, ребята все-таки я сохранился в 3 звездах, потому что я 2 дня не играл после того как мы с тобой забрались в лигу мастеров и я удивлен что меня не скинули, я думал что все-таки 2 звездочки у нас будет, но благо результат сохранился Ну что, сюрикены, Микеланджело ролевой, золотые и вот они самые главные наши платиновые осколочки, вот смотри, видишь, 2 дня, ребята, я не играл, 2 дня не брал призы и все-таки сохранился в лиге мастеров 3 звездочки, это очень круто на самом деле Ну что, давай посмотрим, так, подожди, не задание, я хочу глянуть, куда я лезу-то вообще, о, ребят, турнирная арена, Рафаэль ролевой, мы прекрасно знаем какая у него инициатива крутая А в космических странностях, по-моему, фармится, да, Армагон, так что, ребята, я вам советую фармить Армагона И еще к тому же у вас двойной шанс нафармить, потому что здесь на эпизоде можно будет пофармить, да еще и здесь на Эксперте Так что дерзайте А мне здесь фармить некого, да? Абсолютно некого Ну что, буст, само собой, ребят, не получится сейчас, потому что на моих часах уже 11 часов вечера Видосик этот выйдет уже, наверное, завтра Сегодня нет смысла его выкладывать, но если только ночь у меня вдруг взбрендит То я его, конечно, выложу, но, скорее всего, это будет уже завтра Завтра днем, потому что завтра еще пойду на тренировочку, скажу Еще надо будет симку мне там забрать на почту Йотовскую заказал себе с безлимитным интернетом В общем, посмотрим Так, Севермонта сейчас у нас получит свое по заслугам Давай к уж головой, отлично Так, роняем Ага, он не упал, потому что у него, ребят, от лужи на смерть была Так, Маузер, пшел вон щенок Да что ты будешь делать? Я хотел сказать, пшел вон щенок заморский, а он, видишь, никуда не пошел Ну что, вторая волна Здесь у нас вот эти покемоны По-другому я их назвать не могу Давай, наверное, оп Давай смертельную волну тогда Ну, нормально, нормально Так, Джастина, наказывай Этот бы, ребят, отдуплился, не будь у него отложена смерть Так, и ракетами добьешь, Крэнк Давай, добивай их Хватит на них уже любоваться Красавчик Отлично у нас получилось И, соответственно, мы серию испытаний Закончили Но мне больше интересует все-таки Как у нас сегодня Произойдет неудачный буст Слушай, давай задание мы, наверное, попозже сделаем Потому что откаты нам все равно Сейчас не нужны будут здесь, в данный момент Так как Первый бой Первый день у нас проходит, ребят, на изи О, сразу 11-11 дали Отлично Так, и как всегда, видишь Первая идет карайка Она на постоянку лезет Практически в каждом поединке Она лезет в первую очередь, ребят Ну что же Встретим ее, как полагается Так, Кирби Падай Отлично Давай вот так вот бросим Фляжечку С антихилом Все Быстро, как говорится, и сердито Двигаемся Сейчас было трое Наверное, трое так и останется Посмотрим Слушай, воин Две звезды Но, видишь, 92-я позиция 92-я позиция Это значит, что Наверное, мы не перепрыгнем Сейчас вот Выиграв поединок Мы не сможем перепрыгнуть В следующий трехзвездочный ранг Я, конечно, буду надеяться Что у нас получится Но Как тебе сказать-то Очень большие сомнения Мерут Я хочу, но сомневаюсь Ладно Сейчас посмотрим О, Раф Красавчик Ребят, Рафаэль Тоже вот этот, мне кажется Достойный чувачок Именно ролевой Потому что, ну У него инициатива Офигенная И бомбит он не кисло Ага Я говорил же Не перейдем, ребят Вот тебе Вот тебе первый показатель Что буст уже Как бы Не получается И видишь И нам дают с тобой 11-12 И ты тут уже Ничего не сделаешь Потому что Все по справедливости Ты не перешел на следующий ранг Извини Кушай И не обляпайся И мне приходится Кушать Не обляпываться То есть действовать Очень аккуратно И в то же время Надеяться, что Все-таки Где-то нам Фортанет И мы Немножечко Да Пробустимся Так, бросаем Бомбочку От Микеланджела Шикарно Она их сразу Накрыла Всех Медными Осколками И в общем Ребят Двигаемся Мы далее Сейчас конечно Будет Воин Три звезды Но меня Интересует Позиция 66 То есть Уже Мы Перейдем В Элиту Но мне Хотелось бы Конечно Получить Вот Я получил 12-13 Уже Спокоен Майки Здесь 25 уровня И я Не знаю Ребята Как у него По инициативе Сможет ли Он переплюнуть Моих Полтинничков На 28-ом ранге Ну Такая вероятность Есть Попробуем Хмутнуть Не вышло А вот Вот Лео Красавчик Красавчик Просто Зашинковал Двух И одного Добил Ну и соответственно Мы уже И Рокстеди Здесь Прижучили Так Будет Проще сказано Ну что Ребят Смотрим Да Элита Элита Одна звездная Но 89-ое место Опять же Делаем вывод Что нам Не дано Будет Переплюнуть На следующий ранг То есть Получается Один Холостой Поединок У нас Проходит Здесь Почему я Называю Холостой Потому что Именно С воинов До Элиты Мы проходили Практически По одному Поединку Одного Поединка Было достаточно Чтобы мы Просто проходили Теперь Чтобы нам Перейти в следующий ранг Нам приходится Делать два А то и три Боя Элементарный Пример Да Ребят Ну что Хотите Первый день Естественно Все сидят Уже В своих Норках И вот Такой Вот Как я Сейчас Иду Как говорится Уже Поздним Временем И просто Их Всех Скидываю Скидываю Вниз То есть Он сидит Там Например Сейчас Где-то Вылетит Три звезды А я Просто Прихожу И скидываю Их С первых Со вторых С третьих Мест До Самых Низин Так 12-14 Давай Возьмем Эту Команду И Тихо Так Пиццелицы Майки Ксевр Монтус И Леонарда Вот ребята Элементарный Еще пример Мы до сих пор Играем Четырех Звездочных Ой Четырех Четырьмя Персонажами Уже должны Давным-давно Выйти На Пять Бойцов Ну И Тут Играем Четырьмя Так Мне еще писали В комментариях Рэй Там Вроде бы Драконов Садники Олуха Начался Новый Сезон Надо Будет Ребят Как-то Поиграть На досуге А то Туда я не заходил Три дня Ну что Элита Две Звезды Ребят Я сегодня Не рассчитываю Ни на какие Сегуны Там Лигу Мастеров Дай бог Мне Ой Тихо Ты что Ты делаешь Дай бог Сегодня мне Добраться Хотя бы До Лиги Самураев Три Звезды Это было бы Уже Неплохо Как я считаю А там Уже Время Покажет Там уже Завтра Опять же Нас Скинут Завтра У меня Ребят Коротенький Выходной Но я Говорил Что Планы Есть Тренировку Сходить И Кое Какие Дела Поделать Поэтому Наверное Завтра Уж Так Слишком Много Видосиков Не Будет А потом Две Смены В ночь Две Смены В ночь И Там уже Длинные Выходные На длинных Выходных Конечно Поиграем Но Не знаю Ребят На втором Канале Надо Что-то Делать Да И на Третьем Меня Просят Уже Рэй Типа Там уже Больше Одиннадцати Даже Там Пятнадцать Дней Я Не Выкладывал Никаких Игр Прогоночки Самому Хочется Ой Тихо Тихо Ну блин Заговорился Ребят И пропустил Тринадцать Шестнадцать Я видел Вот есть Самому Хочется Поиграть Ну Просто Времени Нету Друзья Некоторые Обижаются Огорчаются Расстраиваются Я сам Ребята Не рад Этому Ничего Сделать Не могу Понимаешь Ничего Сделать Не смогу Да еще Скоро Тут Наверное Придется Мне Немножко Хотел Попутешествовать Поездить По разным Городам Там Омск Еще там Что-то Надо будет Ой Какие Курсы Закончить Ну Опять же Деньги Нужны И на стримы Ребята Все Никак не могу Я выйти на стримы И кстати Вот тут Пишешь Давай поиграем Черепашки Ниндзя На стримах Ты можешь Представить Что я буду Делать На стримах В Черепашках Ниндзя Что я буду Делать Ребята Стримы Обычно Ну как бы от часу Минималка час Что мне делать На стримах В Черепашках Ниндзя Вообще Не знаю Ребята Без понятия Если ты можешь Например Что-то мне подкинуть Какую-то мысль Идею То Прошу И другие говорят Рэй Тут уже не интересно смотреть Потому что все у тебя Персонажи прокачаны ТРП Начни все сначала Ребята Вы что Смерти моей хотите Какой Начни все сначала Почти пять лет Играем Я играю в эту игру Ты видишь Чего я достиг И ты говоришь Простишь меня Начни все сначала Нет Потому что друзья Вам проще Знаете Как сделать Посмотреть Первой серии С первой По Наверное Сотую серию Это как раз Самый смак Это Я был в этой игре Просто нуб Полный Полный нуб Ноль вообще Без палочки И вот эти все мои Продвижения Как раз Они вот в первых сериях Запечатлены Очень много там было И ошибок И всего Это сейчас Я тут знаю Все как облупленный Потому что Извини меня Почти Тысячная серия Грубо говоря Без сотки Это все таки Дорогого стоит А на тот момент Я ничего там не знал Я Что я там Радовался Когда у меня Сюрикены копились Там Когда я покупал Новых персонажей Это сейчас У меня цель Прокачать их Полностью до сотки Да И Прокачать им скиллы Ну и соответственно По звездочкам Прокачать многих А там было желание Там радость была Когда у тебя Вообще Появлялся Новый персонаж Вот Многие спрашивают А как ты получил Усаги Супер Шередера Все ребята Там Как раз В тех сериях И есть Как я Через испытания События Я же почему Говорю что На этой неделе Вы можете фармить Крэнга Фармить Это и есть Это и означает Что ты можешь Его получить Если ты будешь Зарабатывать ДНК Никакого доната Один раз Только в начале И то ребята Мне подписчик Задонатил Деньги Чтобы я Купил Премиум Пак Ну как он там Называется Додзе Или что-то такое Я уже не помню Честно сейчас Один раз Я всего лишь Воспользовался этим Но я тебе скажу Что офигенного Там прям Преимущества Я не получил Прям вот Какой-то там Супер Пупер Скачок Рывок От Додзе Нет Единственное Что мне было проще Получить Наверное ДНК На Кунаичи Вот и все Там по-моему Кунаичи И если не ошибаюсь Сплинтер Я вот сейчас Просто давно Это уже было Не хочу сейчас Просто как говорится Сам себя обманывать И вам как говорится Говорить Не правду Можете сами посмотреть Все Все там это есть Это сейчас У нас Вот такие вот Поединки Ты думаешь Раньше вот так вот Все было Чтобы я на изи проходил Угу Раньше там Пыхтел Как я Не знаю кто Блин Это сейчас у меня Вот Большинство персонажей Прокачано Причем Очень хорошо Прокачано И я могу Как говорится Выбирать Состав А раньше Только Леонардо У меня там рулил Рафаэль у меня Помню был в этих В топовых бойцах То есть Потому что он был Провокатор Кто у нас там еще Офигенно рулил Вот я помню Рафаэль Леонардо Кто-то у нас еще По-моему То ли Макман Потом уже У нас После Леонардо Там Начали появляться Усаги Кто у нас там еще Появился У нас Бакстер Стокман Вот мы прокачали Донев Мы Появился После Усаги Армагон У нас Стал появляться Я радовался Когда вот этого Майки прокачал Потому что мы Работали через уклонение Ваньку Зэк Зэк Кстати Зэк чуть ли не Один из первых Вместе Кстати С Да С Хужеголовым И с Крисом Брэдфордом Были Но Видишь Сейчас мы хоть потихоньку Начинаем уже С тобой прокачивать И Зэка И Надо как-то Этими ребятами Заняться По большому счету Но все упирается Опять же В ДНК Ой В ДНК В Мутаген Конечно же Ребята Все упирается В Мутаген Если бы У меня было бы Миллионы Мутагена Конечно Я бы всех Уже давно Прокачал И Осталось бы Только лишь Добывать элементы На скиллы Но Мутаген Тут Видишь Не так-то просто И добыть Не Ну добывается Он каждый День Каждый Бой Но Не в тех Количествах Что мне Нужны Так Ребят Я до сих пор Не могу добраться До самураев Три звезды Вот сейчас Только Заберусь После этого Поединка Ну И уже Планочку Я повышаю Но До лиги Сегунов Даже Не скажу тебе Смогу ли я Сегодня добраться До лиги Хотелось бы Очень сильно Ну как я тебе Говорил Что Немножечко Меня Терзают Смутные Сомнения Что я Этого Добьюсь Ай Красавчик Красивый Король Да Красавчик На добивке На добивке Здесь Ребята Очень много Красавцев Тот же самый Нейтрализатор Тот же Самая Карайка Очень много Ну а мы Тем временем Проходим В лигу Сумраев Три звезды 67 позиция И 1418 Дают Раз Два Три Четыре Пять Так ну что Еще где-то Поединка Два У нас Остается Не знаю Если мы будем Брать по 30 ступенек 35 за бой То тогда Все будет окей Ракзар Кстати тоже Ребята Меня Поначалу Очень вручал Как танк Я его часто Брал с собой Потом он Почему-то Какой-то Стал Не то что Он стал Ватный Стали Сильные Противники Понимаешь Сильные Противники А он Ну как Был Таким И остался Опять же Если прокачать Их на сотку Ребята В коре Меняется Вся их Конституция Тела И вот Таких Выпадок И атак И тому подобное Полностью Потому что на сотке Это максимальный уровень Они как бы Перерождается Они совсем Ребята По-другому Начинают Защитники Действительно Проявляют себя Как защитники Дамагеры Проявляют себя Как дамагеры То есть Потенциал Их Раскрывается Уже Как говорится Полностью Это вот Здесь Они Когда еще Восьмидесятые Семидесятые Как-то Непонятно Вроде бы И хорошо И вот Что-то не хватает Вот как Например Железноголовому Вроде да Робот Огнемет Провокация Но на своем Восьмидесятом уровне Он не может Себя проявить По полной программе В отличие Вот как от Усаги Усаги сейчас Взял Звезданул Все ребята И все полегли То есть За Усаги Я могу много Что сказать Положительного Про Железноголового Кроме того Что он таунт Ничего Я не могу сказать Что у него Очень мощная Мощная атака Есть у него Конечно Ракеты Атака ракетная Но Опять же На восьмидесятом уровне Она не раскрывается На полную Вот не раскрывает Не чувствую я Мощи В его ракетах Или взять Например Ваньку Да С его гранатометом Вот это да Взял Зарядил Звезданул Все упали Я могу сказать 100% Рабочая Схема Гранатомет Его Возможно И у Железноголового Когда мы его прокачаем По фулке Будет та же самая Рабочая схема Потому что Они действительно Сейчас На восьмидесятых Семидесятых уровнях Вообще судить о них Никак нельзя На сотом уровне У них прокачиваются Все полностью скиллы Не считая того Что конечно Нету седьмой ступени Но на шестой ступени При сотом уровне Да еще и в платиновом ранге Уже можно много Чего сказать Судить Тот же самый Джастин Меня тоже Сейчас напрягает Своей тупостью Вроде да И уровень Прикольный И в то же время Такой ватник Прям вот Ну нет слов Ребята Каждый его Опережает Каждый его Дубасит Фейлиц Сколько он мне уже Раз команду Подводил Неоднократно Неоднократно Я на него ругался Некоторые говорили Надо дать Джастину Шанс Сколько ребят Можно еще давать ему шанс Не знаю Ну Конечно же Я про него не забываю Окончательно Все равно Мне его приходится Периодически брать В какие-то такие катки Ну что Друзья Лига Сегунов Одна звездочка у нас Это максимальный предел Что мы сегодня Могли с тобой выжать И 27 рак Практически Сегун Две звезды Так Забираем с тобой колоду Так Бакстер муха Выпадает нам Ну теперь можно уже Доделать и задание Так Пойдем Наверное Мы остановились На По прокачке Мы остановились на зэке Упс Понял Левел не поднять Ну А По скиллам Мы прокачиваем с тобой Карайку Так 6 Котиков Нам нужно Вот этих вот Игурка кошки Раз Шесть Да там Шесть надо было Два Так Три Ну давай 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 Ты Три Четыре Четыре И все И началось Четыре И дальше Не с места Да Пять Ну давай Последнюю Последнюю Кошку Мне дашь Ты сегодня Нет Шестая Ребят Так Шестая Подожди Там у нас Ой С очками С этими Тоже Ребят Проблема Прям 3D очки Эти Получить Одни Нашли Все Ребят Больше Нам не Хватает Так А на Зэка Нам Хватит Вот Мы С тобой Навыки Не хватает Нужно 21 800 А у нас 21 89 Ну Возможно Вот здесь Мутаген Ага Да Не хватает Опять же Космические Странности Или День Донни Пойдем Космические Странности Пробежим Так уж и быть Давай-ка Мы уберем Вот этого Остальное В принципе Меня устраивает Ну 12 Уровень Сам Понимаю Сейчас Один за Другим Тем более Сам Видишь Здесь У них Десятый Уровень Против Сотых Это Практически Ноль Шансов Да не Практически А ноль Шансов Вообще На победу Какую-то Просто Заколбасим Но здесь Вроде бы Не дают Ребят Мутагена Поэтому Здесь Чисто Идем Проходим Для фарма Жетонов Как всегда Жетоны Ребят Это Это Единственная Валюта Которую Нам Осталось В этой игре Получать И Куда-то Ее Применять Потому что Нет Еще Осколки Платиновые Но я Не считаю Их Валютой Так что Опять Обрыв Связи Ты об этом Не хочешь Сказать Нет Все-таки Что-то Прогрузилось Джастин Так Ну что Поехали Дальше Тут уже Как ты видишь 25 уровень Но опять же Ровным счетом Они нам Здесь ничего Не сделают Они никак Не повлияют Единственное Что приятно Когда Очень быстро Проходим Мы это Все дело Не зацикливаемся На одном Дыхании Можно так сказать Просто продвигаемся И все Окей Идич Получил Мелкий крэнк А это вот Локация Ребята Я даже Не помню Это вот Мне кажется Мы где-то Бегаем В другом Измерении Потому что Ну Местность Совсем Ребята Даже не Назвать Что это Какая-то Планета Другая Или Мне кажется Это Родной Дом Крэнга Так вот Или родная Планета Крэнга Или родное Измерение Крэнга Как там Правильно Сказать Наверное Так оно И будет Так Бакстер Стоп Ну что Эпизод Третий Тут уже Ранг Как ты видишь Тридцатый У противников Вот эти вот Ребята Мутант Белки Ну согласитесь Они очень Похожи на Чужих Прям Блин Один в один Даже Череп Как вот у них Выглядит Когти Это наверное Какая-то отсылочка Была И бронированные Тараканы В мультике Блин Он всего лишь Один Был А здесь Их целые Отряды Блин И кстати Вот Бакстер Стокман Почему-то Ребят Не сделали Они В игре Вторую Вторую форму Помнишь Когда Бакстер Стокман Я не знаю Что с ним Случилось Перепрограммировали Или что Он там Глюканул Или он там Себя усовершенствовал Помнишь Когда у него появился Там черный экран В груди То есть У него уже не было лица У него чисто был костюм И в этом костюме Был монитор Мне чем-то Его форма Напомнила Помнишь В фильме Робокоп Во второй части Был такой робот Гигантский Которому он потом Залез На спину И вырвал Там все провода Ему Только таким образом Он его смог победить Вот Бакстер Стокман Вторая форма Трансформации Мне напомнила Именно того Робота Из Робокопа Второй части Такой Чувак там И мощнее И выше Стало И сильнее Но все равно Черепашки Естественно Ребята победили Его А здесь обычно Еще форма Когда он там Свои костюмы Примерял Он же Потом работал На шредера Да По моему Он работал На шредер Он же делал Вот эти вот Всякие Прибамбасы Для того же Для той же самой Рыбы Этой Саблезуб Он же Ездил Вот этот костюм Ноги Чтобы она могла Перемещаться По суше Так Ну все Все Попрессовали Хорош Там Ворчать Сейчас Получите От наших Ребят Смачных Звездюлей Вот и все И сейчас Уже По моему Будет 40 Уровень Противников Раз Два Ой Эпизодов Еще Как грязи Эпизодов Еще Как грязи Знаете Что больше Обидно Что Вот эти Два дня Которые Я не смог Уграть Фиг с ним Что я Там В лиге Мастеров Как говорится Не упал Там А то Что я Эти Два Дня Не мог Пофармить Да 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 Не слыша Ни Рокула Ни Пита Никого Больше Вот это Вот Меня Расстраивает Как бы Уже Хочется Вообще Ребята Чтобы Все Персонажи Имели Платиновый Ранг Вообще Абсолютно Все И Чтоб Ты уже Знал Что тебе Из героев Уже Никто Не Нужен И Единственное Что Это Хочется Это Прокачать Их Уже Скиллам Да Чтобы У них Был Полностью Седьмого Уровня Но Это Будет Это Друзья Это Очень 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 Тяжело Сделать Во-первых Это Надо Ждать Вот Если Неделя Новая Наступает У нас Открывается Это Только С Пятницы То Есть Получается Понедельник Твойных Среда Четверг Это Коту Подхоз Там Абсолютно Делать Нечего Потому Что Если У тебя Будет Все Прокачано На Платиновый Ранг Соответственно Жетоны Тебе Не Нужны Соответственно Фарм Тебе Не Нужен Единственное Что Тебе Нужно Будет Это Это А что Мне Нужно Будет Я Уже Забыл Что Что Мне Нужно Будет А Но Мне Нужны Будут Элементы Ребята Мне Нужны Будут Элементы Которые Идут На Скиллы И Причем У У каждого персонажа, у каждого персонажа они свои. То есть, они не одинаковые. То есть, на одного, например, там нужно какие-нибудь книги или еще что-нибудь. Да, и плюс там, как они там называются, орнамент силы, орнамент проборства. Ну, вот такая вот ерунда. И плюс еще вот эти вот жетоны снаряжения. Тоже они нужны. Где-то их нужно будет много, где-то их нужно будет чуть поменьше. Но они везде нужны. И чтобы их тебе получить, это нужно фарм, фарм, фарм. Я тебе еще раз говорю, только лишь три дня тебе дается на этот фарм. То есть, мне кажется, это будет даже намного дольше, чем когда мы с тобой получали персонажа. По времени это займет. И еще один странный факт. Вот мы с тобой проходим, играем, да, вот это все. Я не могу понять, почему у меня ежедневки не выполняются. Ну, не ежедневки, а анчивки. Почему они не делаются? Я уже убил тысячу, наверное, противников. И я не вижу прогресса в этом. Что-то не то. Согласись. Такого не должно быть. Там этих, убить мутант белок, например, тысячу. Я уже их убил фиг знает сколько. За все серии, что мы снимаем. Уже должен был давно все-все-все анчивки тут открыть. Ну, нифига подобного. Нифига подобного. Ничего я себе здесь полностью еще не открыл. Ну что, победа на три звезды. И мы двигаемся уже, по-моему, там предпоследние остаются, да? Да, ребята, эпизод седьмой и следом эпизод восьмой. Это восьмой эпизод будет последний. Здесь, по-моему, пять волн. Да, пять волн. И в конце, соответственно, гранитур вместе с треком будет. Блин, кстати, я уже давно не захотел, ребята, в безумные... Черепашки-безумные мутанты. Если честно. Давно не заходил. Там, наверное, уже обновлений было целая куча. Ну, после того, как мы встряли, я там пару разиков за кадром проиграл, ребята. Ну, жестко. Жестко я там влипаю, конечно. Меня там колбасит. Бомбят. Многие говорят, Рэй, поиграй в игру мафиоза. Помните такую игру? Пошаговые бои. Это... Ребят, я как-то тут попробовал за кадром поиграть. Я не знаю. Либо я вообще разучился играть. Меня там так расчехляет. Просто... Просто на изи. Я вроде беру персонажей, да? Смотрю, мой персонаж вроде бы как бы, ну... И по уровню повыше, и все. И меня все равно разбирает. Видимо, там полностью поменяли тактику. А та тактика, которую я раньше придерживался, она не работает. Ну, и там новых персонажей, ребят, добавили. Тут еще меня просят поиграть в зомби-варфейр. То есть, вперед на зомби-войну. Ну, я не знаю, ребят. Как бы и хочется зайти в то же время. Ну, что вот, зайдем мы там. И еще, ребят. Новых уровней-то нету. Хоть вы и говорите, что новые персонажи. А толк от новых персонажей, если нету новых уровней. Ну, толк, друзья. Я не вижу смысла. То есть, только что их получить и протестить. Ну, это как бы отдельная история, да? А чтобы вот играть... Да тут много, ребят, каких предложений? Много. Кто-то предлагает, чтобы я вернулся в Shadow Fight 2. Но я, на самом деле, сам как-то собирался вернуться. Но, опять же, как вот... Нам надо... Если мы какую-то игру, например, берем, да? Начинаем играть. То с какой-то игрой нам обязательно нужно завязывать. Я не могу сохранять тот же самый темп по играм. По играм не могу... Тот же самый темп. Если мы, например, вот играли... Мы раньше с тобой играли как? Вот Tower Conquest, да? Черепашки и ниндзя, Юрский парк. И что у нас там еще было? Ну, короче, три игры какие-то. На постоянной основе они у нас были. Потом мы просили, Рэй, давай-ка что-нибудь новенькое. И вам начинаешь выставлять новенькое. Соответственно, новенькое это когда выкладываешь. Ты, естественно, жертвуешь вот играми. Там Юрским парком, например. Я жертвовал сколько-то там... Почти месяц, ребята, я в него не заходил. Ну, потому что там еще, помимо этого, я играть не мог. Потому что вылетает. Это сейчас, слава богу, на новом эмуляторе все пучком. Вот. И вам выкладываешь вроде новые игры. Хочешь как бы немножечко... Разбодяжить баланс вот этот вот наш устоявшийся. Вам опять не так. Знаешь, как раньше у меня был принцип? У меня раньше был принцип такой, что я играю в то, что хочу играть я. Когда мне навязывают, вот, поиграй в тоу, поиграй в сё. Нет. Ты можешь просто посоветовать, порекомендовать. Вдруг я заинтересуюсь, загляну в эту игру, и она мне понравится, и мы будем её играть. А вот чтобы требовать, особенно вот это требование, Рэй, играй или я отпишусь. Это, мне кажется, это бред. Полный, ребята, полный бред. Такое заявлять. Что, ты хочешь сказать, что если ты отпишешься, я сразу побегу ради одного подписчика, подбегу сразу же снимать то, что ты просишь? А вас, извини меня, там тысячи. И каждый подойдёт ко мне со своими претензиями. Ну, и ты уж извини, конечно, такого никогда не будет. Понимаешь? Я ещё раз повторяю. Я могу по собственному желанию посмотреть определённую игру, и то, ребята, не все игры заходят. Я больше, например, люблю такие, как вот... Форматы, как вот Черепашки и Ниндзя. Вы давно просите, чтобы я поиграл в Star Wars Galactic, по-моему, называется, да? Если, ребята, вы, ну, там, я не знаю, больше ста человек поддержат, если я увижу в комментариях действительно заинтересованность в этой игре, только не надо, ещё раз повторяю, заходить с разных... Один человек, ну, заходит под разными аккаунтами, и тем самым там по 10, по 20, по 30 голосов набивает под одним и тем же почерком. Это сразу видится, ребят. Сразу отбивает всё желание. Я хочу, чтобы всё было по чесноку. Если ты хочешь, или если вы хотите все, уже, наверное, не знаю, ребятки, годом, год я уже вас, наверное, накормлю этим дискордом, всё никак не могу не удовольствоваться. Хочется вот это вот сделать нормальную голосовалку, понимаешь? Не подсчитывать, чтобы голосами там искать и рыскать по сообществам, а чтобы вот, хоп, сделал, зашёл, посмотрел отчёт, всё понятно. Нужно, не нужно, там, рекомендации какие-нибудь, так было бы намного проще. Ну, видишь, я только говорю, говорю, а всё сделать никак этого не могу. Так, ну что, ребята, поднимем уровень, сможем... А, мы не сможем поднять уровень, потому что у нас не хватает мутагена. Ну, тогда придётся кому-нибудь слабенькому, чтобы вообще, как говорится, задание не потерять. Чего? Нет, мне надо вот так вот, 56 уровень. Получает крип. И здесь я всё забираю. Ну что, друзья, на этом, пожалуй, сегодня я буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам! Субтитры подогнал «Симон»!